А теперь к истории, наделавшей немало шума. Судмедэксперты дали первые комментарии относительно страшной находки, сделанной в поселке Клюква. Напомню, недавно переехавшая сюда семья Головченко во время прокладки водопровода обнаружила человеческие останки, о чем сразу сообщила в полицию. Новые подробности в нашем сюжете. Окрестности дома семьи Головченко почти на столетие стали братской могилой как минимум для 15 человек. Причем двое из них дети. Однако, если хорошо поработать лопатой, останков станет больше, уверен населяне. Около месяца тому назад было такое же сообщение. Поступило оно из домовладения, рядом с которым проводились работы. Также сообщали об обнаружении костных останков в виде черепа. Соответственно, по данному факту, также проводится проверка в Курском международном следственном отделе. Оксана Ложкина переехала в Клюкву почти 20 лет назад. Вспоминает, ее новоселье омрачила аналогичная находка. Несколько скелетов тоже нашли. И какая их? Мы их перезахоронили. Там склеп был небольшой, видать, кто-то богатый захоронен. Туда сложили все и захоронили. Местные жители, обнаружив останки, давно уже не удивляются. А чего еще ожидать, когда живешь на месте старинного кладбища? До свежих могил и сегодня рукой подать. Была еще церковь. Теперь они напоминают лишь крест. Она разрушена была. Во время войны разрушена. Там только кирпич еще так был. Потом ее кирпичи просточили. Дома находились вот там, вдоль ручья. А здесь было кладбище. Ему уже 300, наверное. То, что останки не принадлежат жертвам Великой Отечественной войны, подтвердили поисковики. Во-первых, там встречаются останки и женские, и мужские. Во-вторых, нет никаких сопровождающих предметов, кроме гробовых гвоздей. Останки перемешаны. Это просто разрушенное, старинное деревенское кладбище. Сейчас останки направлены на судмедэкспертизу. Специалисты будут их изучать на протяжении месяца. Костные останки принадлежат как минимум 15 людям. Это и взрослые, и дети. Данное захоронение этих останков составляет от 38 до 100 лет. Они все разной давности. Когда завершится судмедэкспертиза, останки будут захоронены на Южном кладбище.